И вот эти вот ценители педальных перегрузов, может они вообще играть нифига не умеют. Такие сообщества, например, как обдолбанный Газклаб, первая проблема, это то, что вы отдали электрику паять гитару. Приветствую, друзья! Вы на канале HardSound, меня зовут Кирилл, и у нас ответы на вопросы, которые вы задавали в группе HardSound ВКонтакте. Поехали! Игорь Куренков. Добрый день! Возник вопрос, можно ли каким-то путем понизить запас гейна преампа в ламповом комбике? Была финансовая возможность взять только самый хай-гейновый комп от Ярасова. В итоге комфортный уровень гейн находится уже буквально на 1.15 хода крутилки. Соответственно, и вариативность выставляемого гейна понизилась, так как колеблется в пределах этой 1.15, и дальше уже область тяжа. Ну, конечно, изначально стоило взять аппарат, более подходящий вашим запросам. У того же Ярасова есть, например, Marvel 30, то есть там уже такой маршал-образный перегруз, не сильно хай-гейновый. Но если у вас прям слишком много гейна, и вы гитары не можете отрегулировать, то есть громкость датчиков, переключением датчиков, либо у вас в принципе датчики очень громкие, то можно использовать грелку. Но не для того, чтобы повысить гейн, как обычно это делают, либо скорректировать структуру звука, а именно для того, чтобы понизить гейн, как это ни странно. То есть можно гейн на самой грелке убрать в минимум, и громкость уже регулировать выходной сигнал. И таким образом это у вас будет еще один регулятор гейна, стоящий перед комбиком. Да, у вас поменяется структура звука, будет немного по-другому звучать, но в целом вы сможете уже больше вариаций иметь в плане гейна. А есть еще всякие бустеры, вот например, вот такой бустер Ибанезовский, это 9 серия BB-9. И по сути этот бустер работает не как тот же Ибанезовский, а он не срезает низ и не срезает практически вверх. То есть он линейно усиливает сигнал, и соответственно таким бустером можно гейн убрать в ноль и громкостью просто регулировать выходной сигнал. Есть еще различные бустеры, которые тоже практически не влияют на частотные сигналы гитары, но при этом помогают варьировать выходную громкость. И не забывайте, что есть еще педали громкости. Педали громкости вы просто ставите и регулируете выходной гитарный сигнал. Это очень удобно, кстати, ну лучше использовать те педали, которые активные. То есть у них есть буферизация, после буфера стоит регулятор громкости, и на выходе вы можете поставить именно тот сигнал, который вам нужен. Леонид Макаров. Кирилл, приветствую. Смотрел твое видео по экранировке и возникло пару вопросов. А что все-таки лучше, медная фольга или алюминиевая? Как медная фольга-самоклейка будет влиять? Нужно ли перед этим удалять слой графита? Ибанез 7321. Графит показывает большое сопротивление, но не прозванивается как короткое. Ну и не должен, кстати. Каким проводом лучше всего коммутировать потенциометры и туда-сюдашечку? Потенциометр альфа, на гитару хочу две громкости. Вместо тона стоит или не стоит брать. По поводу разницы между медной фольгой и алюминиевой, разницы в принципе никакой нет, кроме цены. Это же касаемо и графитового покрытия, и эмилака. То есть либо графит 33 вы покупаете, либо эмилак. Я не помню номер, тоже в баллонах аэрозольных. Эмилак стоит дороже почти в два раза. Там около 2000 рублей за одну баночку. Это как бы дофига, на мой взгляд. А графит справляется отлично. Им покрывают дорогие инструменты. Кастомовые, дорогие, японские дорогие, ESP, американские, Джексона. Там везде графит, и как-то никто не обламывается. И да, там не будет нулевого сопротивления. Графит в любом случае имеет определенное сопротивление. Но если оно в пределах, скажем, 50 или 100 кОм, от крайней до крайней точки, то этого должно хватить для экранировки. Там не должно быть нулевого сопротивления. Сейчас, еще тут было... А, по поводу удаления слоя графита, если вы используете фольгу. Я считаю, стоит удалить старый графит. Его не надо удалять, только если вы его восстанавливаете. То есть на старый графит вы будете намазывать еще один слой нового графита. Тогда ничего удалять не надо. Если уже вы наклеиваете фольгу, то, по моему опыту, лучше старый графит удалить. Почему? Потому что у вас получится хоть какой-то, пусть даже уже смазано, но все-таки смазано, но покрытие графитовое. Потом у вас будет клеящий слой скотча медного, либо алюминиевого. Потом уже сам медный, либо алюминиевый скотч. Получается, что у вас как бы экран и еще один экран. Хоть с минимальным, но все-таки расстоянием друг от друга. И я сталкивался с такой ситуацией, что мне приносили гитару, у которой была уже графитовая кранировка с завода. Но вот человек решил наклеить алюминиевый скотч, и гитара стала фонить еще больше, чем фонила до этого. Я не стал особо выяснять, почему. У меня есть определенные подозрения насчет как раз двух слоев экрана. Я отодрал нафиг эту медную фольгу, полностью смыл весь графит. И нанес новый слой, фон полностью ушел. Поэтому, по моему опыту, да, лучше старое графитовое покрытие убрать, если вы заклеиваете медной, либо алюминиевой фольгой. Каким проводом лучше всего коммутировать потенциометр и туда-сюдашечку? Любым медным многожильным от 0,2 мм. А потенциометр альфа на гитару хочу две громкости вместо тона. Стоит или не стоит брать? Ну, альфа, в принципе, хорошие потенциометры, но их чаще можно встретить в гитарных педалях и усилителях. А в гитарах их реже ставят. Но, тем не менее, если бюджет ограничен, то можно поставить альфа. Лучше, чем любые китайские. Это точно лучше. Но все-таки лучше чуть подкопить, добавить, взять хотя бы японские Хоско, это Гота, либо Димарсо, либо ЦТС какие-нибудь. Но, опять же, все зависит от вашего бюджета. Егор Катричук. Почему нельзя включать ламповый усилитель без нагрузки? Спасибо. На самом деле, если вы забудете подключить кабинет и включите питание усилителя, ничего страшного не произойдет. Он на воздух не взлетит. Просто схемотехника ламповых оконечников подразумевает, что на выходе трансформатора, то есть там с выходного пентода, либо тетрода, либо триода стоит трансформатор выходной. И если вы вторую обмотку трансформатора, то есть вторичную, не подключаете на нагрузку, то есть она висит в воздухе, то это негативно сказывается и на трансформаторе, и на выходной лампе. Это влияет по-разному на разные усилители. То есть это зависит от того, какая схема вашего оконечника. То есть это усилитель класса А, класса Б. Там различное может быть смещение. Плюс в некоторые усилители ставят все-таки защиту. И если вы забыли подключить кабинет, то страшного ничего не произойдет. И даже если этой защиты нет, если на входе никакого сигнала нет, то есть вы гитару еще подключить не успели, и громкость на максимум не выкрутили, то ничего страшного не будет. Ну, звука не появится, вы просто обратно выключаете питание, подключаете кабинет. Я не могу сейчас сказать точно, что там происходит. На форумах пишут самые разные теории. Кто-то говорит, что ничего не будет. Кто-то приводит в пример, что забыли включить кабинет, и усилитель сразу сгорел. На моей практике ни одного усилителя, по крайней мере, у меня не горело из-за того, что забывали подключать к оконечнику кабинет. То есть, ну, забыли, тут же питание выключили, подключили. Но, тем не менее, есть такой прецедент. У моих знакомых такое было. То есть, не подключили, громкость выкручивают, то есть, играют, сигнала нет. Они громкость все выкручивают, выкручивают на максимум, потом выдарили сильно по струнам, что-то задымилось, и, собственно, оконечник сгорел. И усилитель ушел в ремонт. Поэтому лучше с этим не играться, и у лампового усилителя всегда должна быть какая-то нагрузка. Марат Джанжулов. Кирилл, спасибо большое за канал. Бодро, интересно и без воды. Очень надеюсь на подсказку по одному вопросу. Если коротко, то фига себе коротко. Попробую зачитать быстро. Какие есть варианты использования только прям по ламповой головы, без кабинета, чтобы при этом не повредить оконечник? Здесь уже обсуждалась похожая тема. Да, только что в предыдущем вопросе. Но, во-первых, что безопасно для одного устройства, не факт, что и для другого. И в целом хотелось бы более детального понимания, как работает оконечник. Почему и когда ему требуется нагрузка, сопротивление кабинетов и так далее. А сопротивление, то есть кабинет, либо его эквивалент, в виде какого-то аттенюатора, либо простой резистивной нагрузки, это сопротивление должно быть всегда. То есть это условия нормальной работы усилителя. И вот он дальше пишет. Проблема конкретно в моем случае. Есть голова Mesa Boogie Mini Rectifier 25. Дома подключают так. В input гитару. В сэнде идет педалька delay ревера. Дальше внешняя аудиокарта компа. Импульс симулятора кабинета. Наушники, колонки, запись. И в ретурне ничего. И с выхода на кабинет аттенюатор восьмиомный в режиме максимального подавления 1% и кабинет. В общем вопрос по последнему пункту. Звук из кабинета мне дома вообще не нужен. Но насколько я знаю, подключить усилитель без нагрузки ни в коем случае нельзя подключать. Поэтому на всякий случай решил пока оставить кабинет, но максимально глушить его аттенюатором. Но конечно хочется как-то убрать из цепи эти неиспользуемые элементы. Если же нагрузка все-таки в любом случае нужна, то можно ли что-то недорогое использовать в качестве абсолютного аттенюатора лоудбокса, который только создает сопротивление и позволяет полностью исключить из цепи кабинет. Или лучше все же вариант с качественным аттенюатором, у которого есть подавление до 0% и выход в линию. Чтобы заодно и вклад от звучания от выкрученного лампового конечника прихватить, а не только преамп. Но все же стоит сейчас приличная коробочка такая от 40 тысяч кок лоудбокс. Ох, длинные вопросы. Ну давайте по порядку. Какие есть варианты использования? Вы на самом деле подключили очень правильно. То есть вы взяли сигнал с предусилителя и его уже обрабатываете примочками, реверами, дилеями и эмулятором кабинета. Это правильно. Тем более через импульс. И на выходе повесили какой-то лоудбокс. Я подозреваю, что это какой-нибудь Ерасов. У него как раз 8 Ом и подавление до 1%. Если звук из кабинета вас не парит, если то, что он там чуть-чуть жужжит, вас не мучает, не мешает вашим домашним, либо соседям, то оставьте так, как есть. Страшного ничего не произойдет. И использовать какой-то более дорогой эмулятор смысла нет никакого. Потому что вы берете сигнал с предусилителя и оконечник в формировании вашего звука вообще никак не влияет. Вообще исключен из звука. Я бы на самом деле поступил даже проще. Берете мощный резистор, либо несколько резисторов параллельно на 8 Ом. Считаете, что было общее сопротивление 8 Ом. Но у вас усилитель тут mini rectifier 25. Насколько я помню, там в оконечнике 2 елки 84. Это максимум 15 Вт. То есть, ну возьмите с запасом 30-ваттный резистор. Соберите из керамических резисторов, такой один большой. И подцепите просто вместо гитарного динамика. И все. То есть, у вас будет абсолютная тишина. У вас не будет слышно работа оконечника, но он работать при этом будет. И сигнал вы будете забирать из предусилителя. Насколько это рационально, я не могу сказать. Потому что у вас все время будет работать оконечник. Соответственно, и лампы, и не знаю, насколько это нужно. Ну, видимо, вот в мессе это не предусмотрели. Например, есть наш усилитель. Это R&R Solo. И там можно отключать оконечник. То есть, использовать только предусилитель. И вот это уже клевое решение. То есть, вы покупаете как бы ламповую голову, одноюнитовую, рековую. При этом вы можете использовать не полностью всю голову на 50 Вт, а только оконечник. Тогда там есть тумблер отдельный. Вы просто отключаете усилитель мощности и все. Берете сигнал с оконечника, с предусилителя и дальше с ним уже работаете. А если нужно где-то выступить, либо громко поиграть, вы уже включаете оконечник и играете через кабинет. Но в мессе это не предусмотрено. Поэтому, да, приходится какими-то обходными путями работать. То есть, либо какой-то аттенюатор, либо просто сделаете нагрузку из резисторов. В сети куча есть схем, вариантов. Есть такие белые керамические резисторы. Они достаточно мощные. Наберите мощность порядка 30, ну может быть 50 Вт с запасом, чтобы они не сильно грелись. И спокойно подключаете вместо кабинета. Артем Мамонтов. Кирилл, привет. Поменял звучки на страте. Синглы на синглы комплектом. В четвертой позиции middle и neck фон не уходят. Во второй позиции бридж и middle фона нет. Стоковые датчики во второй и четвертой позиции не фонили. Как быть, что-нибудь подскажешь. Да, у вас получается... Ну, почему вообще фона нет? Когда подключается вторая и четвертая позиции, то обычно распаивается так, чтобы датчики работали в противофазе. Как у обычного хамбакера. Поэтому и эффект подавления входа фона присутствует. А судя по всему, у вас, если во второй позиции все нормально, фона нет, а в четвертой есть, то просто тупо переверните плюс с минусом у neck-ового датчика. То есть, если там без экрана звукосниматель, то есть просто два провода выходят типа под винтедж, то просто их меняете полярность. И получается у вас переворачивается neck-овый датчик. Когда просто вы играете на neck-е, там разницы никакой. Но при включении со средним датчиком у вас получается противофаза, и фон будет давиться. То есть, просто перефазируете neck-овый датчик. Владимир Каноненко. Здравствуйте. Возможно, кто-то уже задавал подобный вопрос. Планирую в будущем приобрести комбоусилитель Yerasov GA60. Этот комбик понравился, но, к сожалению, на нем нет линейного входа для MP3-плеера. А можно ли к этому комбику подключить MP3-плеер через имеющиеся разъемы, например, LoopSend и Return? Существует ли риск вывести аппарат из строя такими экспериментами? Заранее спасибо. Нет, из строя вы его не выведите, но, скорее всего, подключить не получится. Потому что LoopSend – это выход с предусилителя, а Return – это вход на оконечник. И, скорее всего, когда вы вставите какой-то штекер в Return, то у вас предусилитель просто отключится. Ну, в принципе, так чаще всего и делают. То есть у вас не будет выход из предусилителя IT-сигнал и еще и с этого ретурна. Скорее всего, он просто отключит вам предусилитель. Так что на этом аппарате, наверное, подключить MP3-плеера, увы, не получится. Привет, Кирилл! Доводилось ли тебе играть на преампах AMT серии Lange & Temps? Большинство ценителей педальных перегрузов о них негативно отзываются. Хотя я с ними не очень-то и согласен. Как относишься к ним? Ты спасибо. Я уже тысячи раз рассказывал про предусилители AMT серии Lange & Temps, Lange & Temps 2. Это не примочки. И вот эти вот ценители педальных перегрузов, может они вообще играть нифига не умеют, никого, блин, не слушайте, не читайте эти дурацкие обзоры, когда сидят, сравнивают эти AMT с обычными там драйвами. Это не драйв. Lange & Temps это предусилители. Они не могут сравниваться с любыми примочками. Их нельзя подключать на самом деле в гитарный вход в принципе. Это самая главная ошибка подключения Lange & Temps, это включать их в гитарный вход. Вы подключаете предусилитель в еще один предусилитель. Если там трехручный эквалайзер, то у вас будет провалена к чертям собачьим вся середина. Зудеть будет вверх и бубнеть вниз. Поэтому все Lange & Temps нужно подключать в оконечник. Либо в гитарный вход, но если там правильно настроить эквалайзер. Середину на максимум, низ и вверх почти в ноль нужно будет убрать. Тогда более-менее это можно будет настроить. Но лучше всего Lange & Temps подключать к оконечнику. Ну, желательно, конечно, к лампу. Многие спрашивают, а нафига подключать транзисторный Lange & Temps к ламповому оконечнику, если там есть, собственно, ламповый предусилитель. Но смысл в этом есть. Если вас не устраивает, либо вы хотите разнообразие какого-то от вашего аппарата, а предусилитель этого разнообразия не дает, встроенный предусилитель, вы можете набрать вот этих дешевых примочек Lange & Temps, там 5 штук набрать. Там Rectifier, MESU, Marshall, Fender. И просто их включать в тот момент, когда вам нужно получить вот такое звучание этих гитарных аппаратов. И в ламповый оконечник они раскрываются максимально правильно и так, как нужно. А большинство ценителей, ну, ребят, не слушайте вообще все эти мнения. Сколько вот я слышал мнений про Lange & Temps, и когда там общались с людьми, и в итоге оказывалось, что люди вообще играть не умеют. Тут есть еще один момент насчет AMT и вообще российского производства. Есть такие сообщества, например, как обдолбанный Газклаб или еще какие-то форумы есть, где ребята обсуждают педали, собирают педали, покупают, продают, перепродают. И для них, если педаль собрана не в Европе и не в Америке, то это априори говеная педаль. То есть что-либо сделано в России, это всегда совковые педали, но за исключением, пожалуй, там одного бренда, не буду его говорить, но он стоит просто сумасшедших денег, если сравнивать с нашим обычным производством серийным. И ты что ни говори этим людям, они всегда будут утверждать, что AMT, Ярасов, это полное фуфло. И SLD, это R&R, вообще R&R как производитель полное фуфло. Ничего ты им не докажешь, они упертые как бараны, и они не будут там разбираться с разницей предусилитель, непредусилитель, а какие вообще варианты из подключения тех же AMT-шных педалей, либо Ярасовских предусилителей на полевиках. Для них все это априори полное говниче. И чаще всего как раз на форумах влазят именно такие ребята и нагнетают такой глобальнейший негатив на производство AMT, на Legend Thames, на Ярасова и других наших производителей. Я считаю, надо просто относиться к этому спокойнее. Тем более, как я уже сказал, большинство из этих специалистов играть не умеет от слова совсем. Кирилл, добрый день. Что можешь рассказать про стабилизаторы для Floyd Rose? Стоит ли такие ставить? Например, такой Blacksbox Golder. Ну, конкретно такой я не видел, но я работал с другими стабилизаторами. Кстати, один стоял даже на гитаре ESP Horizon Custom 87-го года. Не знаю уж, с завода, либо кто-то из бывших владельцев ставил. Как эта штука работает? Когда Floyd возвращается после работы на место, иногда он может вернуться не до конца, потому что пружины не идеально отрабатывают. И тут ставится упор с обратной стороны. Он как бы толкает Floyd в обратную сторону, помогая ему стать на место. Эта штука, да, она конечную точку. То есть, вот эту точку, куда возвращается Floyd, она выравнивает. То есть, Floyd стабильнее держит строй. Но при этом он жестче ходит. То есть, из-за того, что добавляется еще система пружин, либо одна пружина, то Floyd просто тяжелее работать. Есть еще различные устройства комбинированные. По-моему, трампсейтер называется, не помню. В общем, там смысл в том, что можно строить даже как полностью блокиратор в одну сторону. То есть, Floyd, возвращаясь, упирается в него. И, по сути, работает только в одну сторону. Да, работает стабильно, но у него ход, получается, ограничен. Есть еще разные варианты. У Ebonese есть различные устройства подобного плана. Их, конечно, можно использовать. В них есть определенный смысл. Но это ограничивает работу Floyd. Поэтому будьте готовы, что строй будет стабильнее. Но Floyd будет уже не так весело работать. Привет, Кирилл Владимир. Банальный вопрос. Но какие звукосниматели посоветуешь для классического рока и металла на корт X6 HSH? Стоит ли ставить SH2 и SH6? Как правильно выбрать HSH-сет? Ну, вариантов дофига на самом деле. Это и Seymour, и D-Marzo, и наши производители. Фокин, Чернышов. Отличные датчики. Тут все зависит от ваших предпочтений, от вашего аппарата и музыки, которую вы играете. Если смотреть на Симуровские датчики, SH2 и SH6 хорошо будут работать. Но учтите, что шестерка достаточно едкая поверху. То есть, если гитара сама по себе не обладает массивным низом, нижней середины, то верха будет не хватать. Датчик достаточно такой, ядреный. И у SH2, насколько я помню, это, по-моему, слышевский датчик, если я не ошибаюсь, и там провалена середина. Я предпочитаю на классику, если прям вот нужен классический универсальный сет из Seymour, то SH1, классический SH1 и SH4 алниковые. То есть, они хорошо и на чистом работают, и на легком перегрузе. Можно даже что-нибудь злобное пожужжать. Андрей Рудаков, добрый день. У меня мучительный выбор между двумя одинаковыми гитарами. E2 Eclipse DB Vintage Black и LTD EC 1000, видимо, Vintage Black. По спецификациям все такое же. Та же фурнитура, те же звучки ESP Япония и LTD Корея. Условно, 2000 долларов против 1000 долларов. Вот как быть. А, ну, это не две одинаковые гитары. Сразу, то есть, я сразу немного спущусь с небес на землю. Это разные абсолютно гитары. Потому что, даже с учетом того, что там одинаковая фурнитура, одинаковая электроника, но это все-таки разные гитары, сделанные в разных странах, разными людьми из разного дерева. Я в свое время парился с выбором. У меня был вариант взять либо LTD M1000 Deluxe серия, то есть, как и у вас, M1000 серия. А либо чуть дороже, по-моему, ну, как чуть, 1000 на 15 рублей дороже, я мог взять ESP M2. То есть, вот E2, это как раз аналог бывшей ESP стандарт серии. То есть, это то же самое, они просто аэрбрендинг сделали. Я долго выбирал, какую гитару взять, потому что там тоже одинаковые спецификации были, одинаковые датчики, электроника. И взял в итоге LTD и, в принципе, не пожалел. Разница там есть. Я в итоге играл и на M2, и потом купил себе ESP Horizon стандарт серии. Разница есть, но она не такая глобальная, чтобы за нее переплачивать большие деньги. Если вам гитара нужна для работы, то есть, репетировать, выступать, записываться в студии, LTD 1000 серии вам хватит за глаза. Никто никогда не услышит разницу между 1000 ESP и ESP стандарт серии, ну, аналог ее это E2. Поэтому, если вам, как бы, играть музыку, заниматься музыкой, можете не париться с ценой, взять спокойно EC1000, и вам хватит с головой. Если вам хочется дома сидеть, там, слушать эту разницу, прислушиваться, эта разница есть. Я вам точно вам скажу, она есть. Но она не такая, чтобы переплачивать, ну, в два раза. Поэтому, можете не париться и брать спокойно EC1000. Семен Безгин. Привет, Кирилл. Собрал по твоей схеме BOSS MT2. Подключал через VST, ручки Treby Mid выставил посередине, бас в ноль. В режиме Bright, видимо, из-за датчика бюджетной гитары было много низов. Заменил потенциометр тона на 250 кОм. Только после этого добился звука примерно, как в твоем обзоре. Собственно вопрос, какие настройки преампа и усилителя ты используешь при проектировании своих педалей? Заранее благодарен. Что касаемо настроек предусилителя, когда я записываю какие-то сэмплы, то в среднем все стоит более-менее посередине. Но верх Treble я ставлю где-то от 12 до 14 часов. Середину ставлю ровно посередине. И бас от 12 до 15 часов, в зависимости от гитары и от примочка. Юлия Гагарина. Однако, дратуйте, есть музыкальный центр Panasonic, СА-HT878. Есть ли у него линейный вход? Если да, то какой? В инструкции сказано, что микрофон на вход на 1,3 кОм. А про остальные разъемы ни слова. Поговаривают, что там может быть аж три линейного входа. В какие из этих входов можно подключить гитару с ансампом, чтобы ничего не сгорело? Котятам привет! Так, ну на самом деле, сейчас схемку я открою. Вот она схемка, точнее картинка. Тут я вижу AUX направо-лево, то есть это уже два раздельных линейного входа. И TV Audio In, еще два линейного входа. Так что да, по сути у вас четыре линейного входа. Я думаю, с ансампом вы там ничего не сожгете. Или не сожжете. Так что можете спокойно подключать. Алексей Иванаков, Кирилл, здравствуй. Очень уж звук понравился, хоть и один датчик. Видимо, это вопрос про FireB, который я собирал с одним датчиком. У меня вот 81-85, но брал с рук, и из темброблока были только провода от датчиков к регулировке громкости тембра. Отдал электрику на работе вместе со схемой софсайта EMG. Сделали, но дико тихие стали. Ровно в два раза от стоковых ноунеймов. А если включать только нековые или только бриджевые, звук как через куакушку. Как думаешь, в чем проблема? Думаю, первая проблема, это то, что вы отдали электрику паять гитару. Ну, кроме шуток, надо просто правильно все по схеме собирать. И еще учтите, что EMG очень сильно влияют на высоту. Так как там магниты достаточно слабенькие, высота датчика сильно влияет на громкость. Но в целом, если у вас мощные пассивные датчики, то они запросто могут быть громче того же EMG. Уже давно и 81, и 85 EMG не являются самым громким датчиком для метола. Большинство хайгейновых пассивов его просто уделывают в мясо. То, что есть проблема, что датчики звучат как только неково или только бриджево, как через куакушку. Что-то мне кажется, как-то ваш электрик плохо что-то распаял. Доверьте ему поменять розетку в квартире, но гитару лучше ему не доверяйте. Ну что, друзья, сегодня вопросы закончились. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте, что если вы хотите получить ответ на свой вопрос более оперативно, чем ждать вот такого ролика, который неизвестно когда выйдет, то для этого есть наши стримы и есть система Patreon и личные сообщения. Вы там можете задать вопросы, я отвечу максимально быстро. Вам не придется ждать очередного выхода ответов на вопросы. А с вами был Кирилл. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok